Добрый вечер! Вид спорта не совсем обычный, новый для очень многих пермяков. И очень приятно, что вот этот чемпионат России, который состоялся у нас в Перми, привлёк, во-первых, очень много зрителей. Я не видел на хоккейных матчах такого количества зрителей. И, по-моему, организаторы этих соревнований были приятно удивлены таким обилием участникам, таких количествами. Так ли это? Да, ну, это уже четвёртый чемпионат России. И впервые чемпионат России собрал 115 участников. Для трёх весовых категорий это, наверное, много для любого вида спорта. А в Киокшинке именно три весовые категории. Ну, на чемпионате было представлено 42 команды из 37 городов с очень широкой географией. Это от Санкт-Петербурга до Хабаровска и Комсомольска. На Амуре это если с запада на восток, а с севера на юг это от города Мирного в Якутии до Нальчика и Грозного на Кавказе. Ну вот, вы слышите, зрители оживились, это вышли пермики. Дорогие друзья, большое вам спасибо за тёплый приём, который нам оказывает... Это выступает председатель Российской Федерации каратэ Танюшкин Александр Иванович. ...смелость в наше трудное время провести чемпионат России по Киокшинке каратэ. Что хотелось бы сказать. Наша Федерация в последнее время очень сильно возросла. И много новых клубов влилось в ряды нашей Федерации. Мы пригласили сюда приехать и другие представители команды других республик, которые были в составе Союза. Теперь мы с ними продолжаем дружить, но в трудное время не позволило им сюда приехать, и поэтому было довольно-таки сложно сделать. Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твёрдого, непоколебимого духа. Накота. Мы будем следовать истинному смыслу воинского пути, чтобы наши чувства всё время были наготове. Накота. С истинным рвением мы будем стремиться культивировать дух самоотрицания. Накота. Мы будем соблюдать правила этикета уважения старших и воздержания от насилия. Накота. Мы будем следовать нашим богам и будде, и никогда не забудем истинную добродетель скромности. Накота. Мы будем стремиться к мудрости и силе, не ведая других желаний. Накота. Всю нашу жизнь через карате мы будем стремиться выполнять истинное предназначение пяти кокусинкай. Накота. Макосо, яме. Вот так традиционно начинаются соревнования с клятвы. Ну и по традиции они начинаются с подъёма флага. Очень приятно, что эту честь предоставили нашему чемпиону-прямику Володе Захарову. Это одна из надежд наших. Володя уже не надежда, Володя состоявшийся мастер, он чемпион СССР, чемпион России, чемпион международных турниров Кубка Славянских стран. Это демонстрация разрешённых и запрещённых техник. Это тоже, видимо, каждый раз при соревнованиях. Да, это и для зрителей, которые пришли, возможно, первый раз, ну и для спортсменов, чтобы ещё раз вспомнили, так сказать. Запрещены удары локтями в голову. Запрещены захваты. Ну как? То есть во время поединка спортсмен не имеет права брать другого и бить его при этом, бить руками и ногами. Запрещены удары в позвоночник и в спину. Запрещены удары в пах. За такие удары прямые спортсмен, может быть, сразу снят с соревнований. Запрещены удары в коленный сустав. Комбинация. Запрещены боковые удары в коленный сустав. Комбинация запрещенных ударов. То есть удары могут быть одиночные, запрещены, но человек, который очень сильно разъявился во время схватки, может ударить как угодно. Естественно, лежачего бить запрещается. Татами номер один приготовится. Ну а это уже момент боёв. И вот видите, несмотря на то, что знают спортсмены о таких вот запрещенных ударах, всё-таки они проходят иногда. Здесь мы специально подобрали вот такую подборку, сделали их очень много. На самом деле они не так часто встречаются. Саша, ну как вот ваше отношение к тому, что всё-таки проходят такие удары? Техника слабая или тазар? Нет, это и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы. Но это считается дурным тоном, когда вот проходят такие вещи. Ну и мы видели, что они очень переживают. Да, и тот, кто наносит, он наказывается. Как работа была на этот раз у врачей? Или нам показалось непривычки? Мы не привыкли к таким крутым зрелищам. Ну вот этот чемпионат показал то, что ребята стали более подготовленные, стиль жёсткий. И с каждым разом травмы становятся более серьёзные. И хотя руки, ноги не так, а вот удары, которые пропускают, естественно, что-то отрабатывается мастерство. И вы видели, что сегодня очень тяжёлая травма была. Ну, я думаю, всё это обойдётся. Ну, а вот та травма, о которой шёл разговор, это был действительно один такой случай. Но вот, наверное, поучительно посмотрите, как это получилось. То есть в самом начале поединка, вот видите, пропустил удар. Ну, а сейчас мы продолжим репортаж во время прямой трансляции. И его комментировал Александр Танюшкин. Слово мастеру очень важно, наверное, услышать каждому из тех, кто занимается. Копюсинка и кратая. Мы включаем этот фрагмент. Комментирует Александр Танюшкин. А вот на новом татаме, который сейчас нам показывают, выступает опять пермяк и представители Екатеринбурга. Так что... Так, пермяк это вот с зелёным поясом. Пермяк с зелёным поясом, да. У которого болтается вот на поясе красная повязка. Вот. Так что, видите, продемонстрировал прекрасную технику. Вот удары в прыжке с оборотом. Ну, можно сказать, обозначил ударами. Обозначил, опять повторил её. И, понимаете, пытается поймать на этот удар. Я заметил, что очень много ударов по ногам. Вот по мышцам. Это что? Это отличает кёкшенка стиль. Это называется лоу-кик или нижний удар в круговой голень. Так получилось, что кёкшенка тоже модернизируется. Вот сейчас, видите, провёл, руки стояли в защите. Вот когда начиналось с кёкшенка, то есть удары по ногам были запрещены. Но когда вот японская команда встретилась с тайландским боксом, то там они хотя и выиграли, но, в общем-то, двое спортсменов проиграл за этих низних ударов. И после этого вот Аяма ввёл эти удары уже в правила соревнований, разрешил их применять на турнирах. И это было на втором турнире в Японии проведено. Это Накамура показал первый раз этот удар. И так он остался и очень-то популярный. Это отличает наших спортсменов от других стилей. Хотя сейчас в кикбоксинге тоже разрешаются такие вот удары. Но, понимаете, там не уделяется большого внимания. А у нас уделяется большое внимание не только с точки зрения нанесения удара, а с точки зрения защиты. И поэтому, чтобы провести такой чистый удар, надо очень хорошо отловить противника. Так. Ну, а вот несколько таких ударов может идёт обмягчением мышцы, да? И человек уже прекращается противоволять. Если чисто проходит удар, то здесь не мышца, здесь проходят нервные связки. Вызывается резкий болевой шок и спортсменов как бы отнимается. Но здесь никаких большого вреда это не вернуется человеку. Потому что... Потому что здесь как раз только болевой шок и ощущение, что вот раз, и потом человек уже зальёт нормально. Ну, похромает немножко, там надо размассажировать, естественно. Вот, Александр Иванович, и очень много ударов таких вот по корпусу, жёстких таких прямых ударов. Для этого специально тренируется тело, ставится, понимаете, специальное дыхание. Я помню, когда сам только начинал первые пути в Киокушин карате, были сборы в Польше. Там был голландец Лук Холандер и привёз с собой кептона. Это один из таких мастеров контактного боя. Он профессионал по боксу был. И он нам просто оставил дыхание, правильное дыхание. Я помню, когда было неожиданно, что ребятам через блок он пробивал корпус. Руки ставили руку, то есть держали локоть. Он бил по локте, прошибал корпус. Это такая сила. После этого, когда он нас учил правильно дышать, ставить, уже удары в корпусе не чувствуется. И поэтому очень любопытно, я уже здесь говорил, когда берёшь молодых ребят и начинается занятие, смотришь, как они дышат. Нажимаешь пальцем на рёбра, они все ходят. А когда уже начинается подготовка, смотришь, уже тело жёсткое становится, привычное к ударам. Нарабатываются мышцы межрёберные, правильная концентрация живота, правильное дыхание. Уже удары в корпус проходят без эффектов. Я вот наблюдаю за поединками, обратил внимание, чего будет на какой момент. Вы знаете, мне кажется, у многих спортсменов, особенно у молодых, нет рисунка боя, концепции. Вот как пойдёт, так и пойдёт. То есть они, чтобы, ну, план что-либо какой-то, вот такой выстрел, там, вот сейчас удары, там, одни, потом, значит, ноги, там, прыжок, ещё что-то. Комбинации каких-то не бывает. Ну, понимаете, в чём дело? Может быть, да, молодые бойцы, которые только выходят, ещё у них это вертельно вошло. Вот посмотрите. А вот у вас сейчас уже что-то было такое. Да, пробил корпус, пошёл верхний уровень. Ну, мы проводим методические сборы. Ну, это первые шаги нашей Федерации. Мы существуем только два года. Сейчас ребята поездили, посмотрели много, теперь уже грамотно строят бой. Естественно, надо строить бой, смотреть, чувствовать. Это вот, иногда вот, когда сейчас стали пошли в восточные наборцы, люди забыли о тех традициях в буксе, о тех борьбе, где, в общем-то, разработаны методики татики ведения борьбы. Когда существует понятие, там, прощупать партнёра, выйти из атаки, поменять зону атаки, понимаете, а разорвать дистанцию. Ну, там, в зале такой шум, что говорить практически невозможно. Да, говорить трудно, но, понимаете, что дело, то есть уже видно тактика боя. Вот первое наше соревнование, они не имели такого вручения. Такая, видите, прекрасная комбинация. Вот это да. А сейчас уже ребята имеют большой опыт и уже начинают... Уже начинают фантазировать. Очень много интересной техники проявляют. Раньше многие брали за счёт своего характера. Сейчас грубые нарушения, понимаете, а человек, который теряет над собой контроль. Это вот, это наша федерация страшно борется, понимаете. В момент усталости начинается грязный день боя. Вот, и такие ошибки, они просто непростительные. Я думаю, сейчас судьи... В принципе, он получил сейчас нокдаун. То есть удар в челюсть, он запрещен. Да, абсолютно. Категорически. И поэтому, значит... Вот, что дядь, я редко поступил, не фиксировал спортсмена. Потому что так это невозможно. Но мне кажется, что после этого нокдауна очень трудно будет человеку прийти в себя. И вряд ли он будет готов к следующему поведенку. Нет, я уверен, что парень придёт в себя и будет готов, и покажет интересную технику. Потому что... Вот в каратэ-киок-шн-к, как в любом виде спорта, который связан с боевыми местами, должен быть очень важный самоконтроль. Потому что здесь на тотане встречаются друзья. И если вот этот контроль потерять, то можно сделать большой, в общем-то, своему другу ущерб. Потому что все равно они встречаются вместе, вместе общаются, вместе бывают на сборах. И сейчас я уверен, что у них душе тоже творится. Я это вижу, что он переживает, уходит. Переживает, да. Но с другой стороны, сейчас мы поменяли методику. Я очень много работал с тренерами, по этому поводу говорил, что надо ставить методику ударов руками. Не высокие удары, а больше ставить на живот, вылавливать вот зону, где находятся мышцы. Примерно, вот, печень, там, солнечные сплетения, для того, чтобы можно было вызвать шоковые удары и пройти накалку. В никаком случае не в голову. Потому что у нас была такая традиция, считалось, там, вот, высокие удары в грудь, там, пробить грудь. А как показала практика, в Европе, в мире практически эти удары не проходят. То есть трудно сломать, там, грудную клетку или еще. Хотя такие случаи бывали. Вот Владимир Кемидзе, Швейцария, на турнире он сломал там противника грудную клетку ударом кулака. Можно представить, какая это сила удара. И сейчас ребята уже смотрят, когда теряют с собой контроль, расслабляют мышцы. В этот момент оно есть, удар четкий, нормальный, контролируемый человек. Тогда уже все, видно за нокаут, иногда он пробивается тело. И, конечно, вот, Маваши Гири, то есть высокие удары ногами. Вот интересный бой сейчас показывают. Вот здесь дерется Афанасьев, представитель города Ульяновска. Тоже член профессиональной лиги, первая Кио. Очень интересный бой, спортсмен, очень перспективный парень, молодой. Очень хорошая тактика в виде боя, хорошая манера. Я думаю, что будет приятно посмотреть его бой. Ну вот почему-то, когда тот или иной спортсмен готовится к атаке, он не смотрит на своего противника. Вот глаза почему-то отводят в сторону. Ну это одна из определенных таких методик, для того, чтобы он не ожидал, потому что взглядом можно выдать свои намерения, куда пойдет атака. Поэтому есть такое чутье. По правилам вообще так вот, боевого искусства, требуется смотреть не в глаза противника, а его в переносе, чтобы, в общем-то, и видеть противника, и видеть всего его. Вот здесь такое вот, например, когда вот это является водителем машины, да, кто-то, когда стоит с машины, он одновременно учится видеть улицу. И что сбоку, справа, слева, и зеркало сзади успевает посмотреть. То же самое, когда ведешь бой, ты должен видеть всего противника, руки, ноги, ощущения. Такое ощущение проходит с большой практикой, которая достигается вот учебными боями в зале. Ну то же самое и в других видах спорта, и в баскетболе, и в футболе. Конечно, конечно, понимаете. Владение бесконтрольным мячом, и смотришь, что происходит там. Я всегда не склонен говорить, что у вас стоящий на борт, что это исключительный такой вот спорт, и хотя сам очень привержен к этому делу. И понимаешь, что это исключительное. Но очень много общего вести в любом искусстве, в боевом, или даже в игре в баскетбол, который, в общем-то, вроде бы не связан с боевым искусством. Потому что, чтобы стать мастером, надо иметь какую-то свою концепцию, взгляд и свою теорию того, что ты делаешь. Переведем дух. Это показательное выступление. Надо сказать, что они тоже вызвали большой интерес. Причем были показательные выступления даже у фигуристов, которые открывали этот чемпионат. Они подготовили очень интересную композицию. Ну, а эти ребята приехали из Якутии, из Мирного. Они демонстрируют элементы владения по-русски палка, по-японски бо. Но владение такими специфическими снарядами также входит в программу обучения пюкшенкой карате. Входят элементы обучения и работы с нумчакой, с саями. Ну, вот это, кстати, нам еще предстоит увидеть показательные выступления. А сейчас еще одна интересная встреча. Мы удивились, что сегодня здесь много зрителей. Но в ком я не сомневался, что придут обязательно сюда. Это ребята, которые лет 10-15 назад начинали здесь, в Кюксенкай. И один из основателей, Юрий Трутнев, это один из первых наших чемпионов. Он, конечно, сегодня здесь. Это люди, которые начинали занятия этим видом спорта еще в ту пору, когда он был, ну, скажем так, запрещен. Можно ведь так говорить? Да, он действительно был запрещен. Даже предусматривалась статья в уголовном законодательстве за занятие и обучение карате. И тем не менее приходили и занимались нелегально. Вот что тянуло, что притягивает в этом виде? Ну, потому что мы действительно были уверены, что это неправильно. Что нельзя запрещать людям заниматься тем, чем они хотят заниматься. И просто нельзя отлучать нас от этого древнего и прекрасного искусства. Тем более, что никакой социальной опасности он, по-моему, в себе все-таки не заключает. Да, наверное, нет. Я думаю, наоборот, сильный человек всегда гуманнее, всегда благороднее. Это естественно. Но вот много сейчас тех ребят, которые вот тогда начинали, вот сейчас, как-то здесь осталось в Перми. Может быть, на этих соревнованиях? Ну, круг друзей сохранился. И из Перми, и не из Перми. Я сейчас очень рад видеть их лица. Мы все остались друзьями. Все продолжаем испытывать друг другу искреннюю симпатию. Ну, это, наверное, отличительная черта любого вида спорта. И футболисты, которые давным-давно начинали вместе, и лыжники. Они, в общем, спорт действительно как-то такой кровной, родственной связью всех связывают, что потом на всю жизнь. Наверное, да, но в единоборствах есть еще и специфика. Когда ты выходишь друг против друга, выходишь честно, выходишь до конца, то действительно расстаешься с друзьями, расстаешься с ощущением, что вот ты сделал то, что мог, и победил, или, может быть, проиграл сегодня, но победишь завтра. То есть это действительно другая форма братства. Юр, но ведь у друга остаются синяки от этой встречи, может быть, даже переломы. Ну, это естественно. В жизни всегда остаются синяки, всегда остаются ссадины. Это же не мешает жить дальше, не мешает чувствовать симпатию друг другу, если ты честно меряешься силами. Ну, еще вот уже вопрос не к чемпиону в прошлом, не бойцу в прошлом, а к нынешнему генеральному директору группы предприятий «Экс Лимитед» Юрию Петровичу Трутневу. Вы коммерсант, однако же вот вложили сюда значительные средства для того, чтобы этот турнир состоялся и прошел с успехом. Об успехе уже говорить можно, но о том, на какой выигрыш вы рассчитываете, ведь нет коммерсантов, которые так вот вкладывают без отдачи. На что рассчитываете вы? Ну, я прежде всего не соглашусь с тем, что нет коммерсантов, которые вкладывают без отдачи. Мне кажется, что мы начинаем выходить на другой уровень. Не мы именно, как «Экс Лимитед», а мы в целом, как новые российские предприниматели. Мы начинаем становиться достаточно состоятельными для того, чтобы помогать. Помогать вокруг искусству, спорту, милосердию. Наверное, это естественно, и, честно говоря, думая о том, зачем мы зарабатываем деньги, мы думаем и об этом. Мы бы хотели быть в состоянии помогать другим, поднимать Россию в целом. Вы смотрите репортаж о несостоявшемся недавно в Перми чемпионате России по Кокисин-Кайкрате. Вместе со мной ведет этот репортаж Александр Алымов, председатель областной федерации Кокисин-Кайкрате. И вопрос сразу, Александр, такой. Приятно, конечно, что чемпионат этот состоялся в Перми. За какие заслуги это право было нашему городу предоставлено, вашей федерации областной? Ну, наша областная федерация одна из крупнейших в России. И мы, наверное, первые где-то в середине 70-х годов начали контактить с Танюшкиным и культивировать этот стиль. Наши ребята были призерами и чемпионами самых первых турниров, которые начали проходить в конце 70-х годов. И вот во времена, так сказать, запрета карате пермские ребята имели, была такая возможность, выезжали несколько раз в Болгарию, в Польшу, где получали информацию свою. Ну, и вот эта вот традиция, она дала свои результаты в тот момент, когда образовалась Федерация Кокшин-Кай России. У нас сразу же появились и чемпионы СССР, вернее, СССР была тогда Федерация. Появились и чемпионы Кубков СССР. Наши ребята были призерами и на европейских турнирах, в частности, вот Коля Филиппов, он здесь судит. И, учитывая все это, Перм получила возможность провести такой чемпионат. Ну, надо сказать, что в 91-м году у нас уже было подобное мероприятие. Мы проводили чемпионат СССР среди юниоров. И тот чемпионат прошел также с большим успехом. Так что мы думаем, что и пермский зритель начинает понимать, что такое Кокшин-Кай, начинает ценить его. Ну, и вот такие встречи, вот сейчас встречается как раз наш Володя Захаров. Такие встречи, конечно, вызывают особый интерес. Вы слышали, как приветствовали зрители их выход на татами. И вот давайте посмотрим на этот поединок глазами специалиста, вашими глазами. Как складывался этот поединок у Володи? Трудно, по-моему, очень. Ну, у Володи весь этот чемпионат прошел довольно сложно. Очень большая ответственность выступать у себя дома, да, имея такие титулы. Ну, и надо сказать, что он из-за этого немножко перегорел, сковался. Еще две минуты показывать. Ну, не будем забегать вперед, а вот если говорить об этом бое. Ну, бой здесь пока, в принципе, идет равный. Володя чуть-чуть поактивнее. Ну, что тут еще можно сказать, вот, так сказать, для характеристики общей картины чемпионата. Практически в последний день перед чемпионатом было принято решение о том, что те ребята, которые выступают в рамках профессиональной лиги, они не будут выступать на этом чемпионате, потому что в скором времени должны пройти турниры в средней и тяжелой весовых категориях. И поэтому на чемпионате, можно так сказать, доминировала молодежь, появилось очень много новых имен. Две минуты, татами номер два. И Володя, наверное, один из зубров, так сказать, нет, не один, был еще два-три человека, которые приняли участие здесь. Еще две минуты. Володе нельзя было не принять участие, хотя он тоже готовится выступать в профессиональных боях. Он был, так сказать, заявлен нашему зрителю, и Володе пришлось выступать, несмотря на то, что он и перегорел немножко, и был болен в день соревнований. Александр, вот, может быть, попутно объясним телезрителям, особенно, что большинство людей просто не было на этих соревнованиях. Вот выбрасывают мешочек по истечении двух минут, с тем, чтобы это было понятно. Это сигнал о завершении двухминутного отрезка. Но бой часто после этого продолжается. Почему? Еще две минуты дает судья. Вот мы только что слышали объявление такое. Мешочек, кстати, выбрасывают потому, что и спортсмены, и судьи очень сильно иногда увлекаются поединком, и зрители шумят, не слышно звуковых сигналов. И когда такое красное пятно влетает на татами, значит, реагируют и судьи, и участники. А почему поединок продолжается? По правилам Кюкшенка, если две минуты поединка не выявляют победителя, то бойцам дается две дополнительные минуты для того, чтобы они смогли до конца выяснить отношения. Если и в эти две минуты они явно, это прием уже за татами, не могут выяснить, кто сильнее, то отправляют их на весы. Бойцы, если вес равный, то дают еще минуту. Если и эта минута не выявляет победителя, тогда бойцы должны ломать доски с тем, чтобы продемонстрировать свою силу. И уже по результату этого шивали, судьи определяют победителя. То есть бой может продлиться, схватка может продлиться и больше, ну, пяти минут. Учитывая взвешивание, учитывая то, что потом надо идти ломать доски. Да. Первое татами, что решит взвешивание. И на этом чемпионате было довольно много равных схваток. Это говорит о том, что уровень ребят подрос. Ну, вы то бы устали. Ведь уже четвертая минута к концу подходит здесь. Да. Ну, Володич, чуть поконкретнее. Две минуты. Еще две минуты. Ну, чуть-чуть, я не знаю, как зрители, судьи должны определить. Рефери на татами назначают еще одну минуту поединка. Я бы хотел сказать именно об этом судье. Мы-то знаем, что судят чемпионат России уже известные мастера. И, ну, вот вы говорили, что, может быть, мамаша, опасаясь того, что здесь синяки, и то, что это, может быть, порой может показаться опасным видом спорта, не побояться отдать своих детей. Но я вот смотрел на этого судьи, он очень интеллигентен. А у него какой дан? Первый? Значит, сам он дрался. Это судья из Москвы. Да. Олег Васильевич Игнатов. У него второй дан. Второй дан даже. Да, ему уже, он уже дедушка. Значит, это первый, кого мы встретили в Москве, в первый наш приезд. За нему очень приятно наблюдать. И вот даже когда смотришь, как он работает на татами, ну, это самая, по-моему, хорошая такая вот агитация за этот вид спорта. Ну, вот как-то в передаче был акцент сделан на травматизм. Надо сказать, что в Кюкшенкай травматизм один из самых, наверное, низких среди единоборств. Потому что правила так построены, что голова, основное, так сказать, больное место у человека, она не страдает. Ну, а это вот я обещал, что мы еще посмотрим на показательные. Это Саша Потапенко, да, по-моему? Это Саша Потапенко из города Мирного. Это сын шефа Мирненской школы. Вот, кстати, он сейчас слева на экранах усатый. Да, да, да. Это наши подшефные, с которыми мы, так сказать, работаем, помогаем им встать на ноги в Кюкшенкай карате. Я вот в это время наблюдал, как реагируют другие мастера Кюкшенкай, ну, участники соревнований. Но с такой симпатией к этому мальчишке относились. Я потом подошел к нему после всего этого, поговорил с ним. Он так и рекомендовался солидно. Александр Потапенко, 7 лет. Хороший парень. А насколько важно владение этими орудиями? Мамчаки они называют? Это мамчаки. Ну, как, насколько важно карате. Все эти предметы, они идут как вспомогательные. С помощью их координация хорошо отрабатывается. Чувство предмета в воздухе. Киме, так называемое, вот напряжение. Вот этот момент, конечный удар. Ну, и вот мы постоянно как-то старались показать силу, динамику, ловкость участников. А вот за этим давайте просто посмотрим, потому что наш режиссер, Рудольф Куленков, постарался показать и красоту. Вот очень интересный подбор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такие формы, они называются ката. Чемпион России в 1993 году. Ну, а теперь представим победителей. Вместе с выше 80 килограмм Манушин награждается видеомагнитофоном фирмы Samsung. Константин Манушин, первое место, город Екатеринбург. Костя Манушин, он неоднократный призер чемпионатов России, а чемпион Владимир Клементьев также из Екатеринбурга готовится к чемпионату Европы. За второе место Лапшин, город Пермь, награждается телевизором рекорд. И вот очень жалко, Юра Лапшин, к сожалению, не смог, получил травму, не смог схватиться в финале с Манушиным. Еще неизвестно, кто бы стал чемпионом. Мы вот видим ее расстроенные, такое лицо. Юра Лапшин, да, это находка, так сказать, наша. Он из Березняков выступал за сборную области. И сейчас, видимо, мы будем, так сказать, его подключать к профессиональным боям. Очень раскованный, да, приемистый парень, показал отличную технику. Жаль, что тут его боев не было видно. Но вот если представлять финалистов и победителей следующей весовой категории, это до 80 килограммов, мы решили показать бой, в котором как раз участвует один из победителей. Характерный бой. Это финальный бой, и в нем участвуют два представителя Ульяновска, правда, из конкурирующих школ. Значит, вот светленький, это Илья Григорьев. Он слева. Ближе к нам сейчас. Ну вот, по цвету волос их можно различить, светленький Илья Григорьев. Тот, который потемнее, Ануфриев. Значит, Илья Григорьев тоже уже призер чемпионатов России, третий призер открытого чемпионата Англии. Вот он второй, так сказать, или третий представитель профессиональной лиги, которым разрешили здесь выступить. У него такая давящая жесткая силовая манера. Оказывается, она эффективной. А Ануфриев парень более техничный, чуть-чуть помягче оказывается. Несмотря на то, что спортсмены из одного города, они проводят настоящий сильный финальный бой. Ну, с этим объявлением судей информатора можно согласиться. А, кстати, вот немало было ульяновцев, сильные, видимо, школы там, сильные ребята. Да, они очень серьезно относятся, но у них, так сказать, хорошие спонсоры, хорошая база. И за счет этого они выступают отлично. Кстати, я немножко, так сказать, вернусь к началу. Показали в самом начале нокаут. Это был единственный такой мощный нокаут. И слухи уже идут с разных сторон, что парень умер. Это неправда, так сказать. Парень жив и в понедельник уже убежал домой из больницы. Так что там все нормально. Мы говорили в этот вечер с врачом об этом. Фрагмент этого интервью уже прозвучал. Он сказал, что, в общем, все обойдется крепкие ребята. Ничего. Поэтому у нас тревоги-то особой не было, потому что мы видели, что действительно ребята крепкие и мужественные. Это вот тот судья, о котором я говорил. Очень мне нравится этот судья. Еще две минуты. И, кстати, еще так, если немножко отвлечься, очень много вопросов или, как сказать, таких разговоров о несоответствии представления о карате нашими зрителями и тем, что в реалии происходит. Это не то, как и в шинкай касается. Это любых видов и карате, и единоборства любых касается. А в чем вы соответствует? Все привыкли видеть и ориентироваться, так сказать, на то, что происходит в видеофильмах. В видеофильме все поставлено, все снято, отрепетировано. Реальный бой – это совершенно другая стихия. Это не демонстрация техники, это путь к победе. Поэтому и, как это сказать, каждый боец свой путь к победе выбирает. Этот путь надо приспособить к партнеру, с которым приходится иметь дело. Поэтому используются эффективные техники. Вот вроде слабенький удар, а, так сказать, если нормальному человеку такую серию ударов провести, два-три, то спарринг кончится, там не надо никаких прыжков, никаких вот таких вот сложных техник. То есть все вот эти сложности, они вытекают из сути боя. А вот Сенсей говорил о том, что надо точки знать болевые. Болевые точки – это тоже, так сказать, только одна из сторон. И если бы в видеофильмах показывали работу по болевым точкам, то там вообще бы нечего было смотреть, потому что это простые, так сказать, движения какие-то. Ну, в общем, поединок никогда не сводился к тому, чтобы сразу же, ну, скажем так, грубо говоря, вырубить. Все равно поединок – это действительно вот бой двух школ, может быть, в любом случае. Это не сводится к тому, что мы видим и в кино. Да, но как не сводится? В принципе, если говорить грубо, то поединок сводится к тому, чтобы вырубить. Другое дело, как это все получится. Ну, вот, надо сказать, что из-за большого количества спортсменов наши соревнования растянулись по времени. И вот это уже самый конец соревнований. В зале осталось тысячи три-четыре зрителей, которые, так сказать, в суть поединка начали психологически вникать. Очень активно и грамотно начали болеть, чувствовать, что там в душах бойцов происходит во время поединка. Ну, вот поединок закончился, о котором мы говорили. Напомню, что Илья Григорьев, Ульяновск, первое место, Андрей Ануфриев, Ульяновск, второе место. Ну, и вот вы слышали, Эдуард Селиванец, Новосибирск, третье место. Ну, и вот мы думали, кого представить в третьей весовой категории. Это весовая категория до 70 килограммов. И решили, что представим бой, в котором выступают Роберт Амфитонов, Екатеринбург и Владимир Захаров. Известный, значит, вот Володя наш Захаров. И оба они стали призерами. Это бой за второе и третье место. Это полуфинальный бой, по-моему. Ну, финального боя здесь не было, потому что боец из Свердловска... Водор в прыжке не считается. Левковец, который должен был биться с Радиком Шахметовым, тоже из Свердловска снялся. И Радик Шахметов прошел чемпионы без боя, а вот за второе и третье место прошел очень тяжелый бой. Между Володей Захаровым и Амфитоновым. Приготовится Григорий Мальцев. Амфитонов – это, ну, открытие этого турнира. Молодой, очень, видимо, перспективный парнишка из Свердловска. Еще удар в голову не считается. Ну, как пришли к выводу специалисты после этого боя, в общем-то, результат боя довольно спорный был. Я немножко так забегаю вперед. В этом бою победу отдали Амфитонову после всех дополнительных времен и взвешивания. Мы, естественно, показали только фрагмент, потому что бой действительно длился очень долго. Ну, и вот, и этот фрагмент тоже, в общем, показывает, что бой равный. Но, я думаю, это никак не скажется на будущем Володе Захарова. Нет. Володя, наоборот, так сказать, после чемпионата собрался. Я только что закончил болеть, начал тренироваться, готовиться к следующим боям. И вот идет уже четвертая минута этого поединка. Вот, и все-таки довольно активны спортсмены. И чувствуются, конечно, потенциальные возможности велики и у того, и у другого. Надо сказать, что в легкой весовой категории было 52 участника. И с тем, чтобы дойти до полуфинала, вернее, не до полуфинала, это финальные бои идут. Ребятам пришлось провести по шесть боев. Ну, а что такое шесть боев, наверное, может представить только тот, кто на своей шкуре прочувствовал. Да, правила соревнований таковы, что чемпионат должен пройти в один день. И то, что было так много участников, в общем, принесло дополнительное испытание тем, кто дошел до финалов. Семь с лишним часов длился этот чемпионат. Семь с лишним часов были в боевой готовности финалисты. Ну и те, кто в конечном счете поднялся на пьедестал просчета, заслуживают этого в полной мере. Здесь победителем, напомню, стал Родион Шайхметов, Екатеринбург. Амфетонов, Екатеринбург второе место, Владимир Захаров, Пермь третье. В общем-то, уровень, как показалось, чемпионат очень высокий. Неожиданно, в общем-то, было очень много спортсменов, много зрителей. Ну и главный итог, я думаю, то, что, в общем-то, есть люди, которые будут продолжать то дело, которое мы начали к Кёкшенко. Молодые спортсмены растут. Еще хотелось ответить, что, я думаю, что скоро подойдет уже новое поколение. У нас сейчас проводится много и юниорских чемпионатов. И я думаю, что следующие соревнования будут еще более зрелищными. Сейчас уже появляется техника, тактика проявляется у спортсменов. Их интересно было смотреть. Я думаю, что этот уровень будет постоянно повышаться. То, что наших ребят, пермяков, не оказалось среди чемпионов, не поколебало позиции нашей пермской школы? Нет. Потому что это все дрались не то, что, может, они не стали чемпионами, но те ученики, которые к ним приезжают драться, те, которые не переменяли опыт, они стали чемпионами. Наоборот, заслуга вашей первой школы, которая стимулирует развитие киокшенка вообще в России. И поэтому, например, восточные мастера, они отдавали всех себя этому бою. Много думали над этим, разрабатывали методики. И поэтому этот вид спорта так сохранился. Потому что Россия такая страна, мне кажется, которая имеет большие боевые традиции, которые, может быть, некоторые упущены, которые приходится сейчас по частичкам выкапывать. И поэтому вот этот стиль киокшен очень близок к нам, русским людям. Потому что раньше был кулачный бой, молодецкая удаль. И примерно здесь то же самое видно. Понимаете, ребята дерутся с удалью. Есть возможность и друг друга ударить, проверить то, насколько крепок. Но где-то уже стали появляться вот что-то похожее на киокшенка. Называется русский стиль. Далеко не похоже, понимаете, совсем. Они пытаются что-то сделать, я не могу их оценить, потому что очень трудно сказать, что такое. Потому что русский стиль я видел. То есть там такие размазанные, такие немножко как бы пьяные движения. Понимаете, я считаю, что это не характерно для людей. Потому что им приходится тоже что-то делать, что-то такое-то выковыривать. А киокшен – это строгая система рукопашного боя, которая стоит на грани искусства. Потому что, в общем, здесь очень много, то есть строгая техника, жесткие позиции, крепкие удары, которые требуют хорошего, в общем-то, чувства и дистанции спортсмена. Вы знаете, мне приходилось разговаривать с профессором нашего медицинского института. Он, правда, сейчас уехал. Он занимался вот изучением старинных стилей русской борьбы и рукопашного боя. Правда, он мне не показал, как выглядит эта система, но он говорит, что она во многом превосходит вот те восточные единоборства, которые существуют сейчас на территории нашей страны. Может такое быть в принципе или нет? Понимаете, что я делаю? То есть, в принципе, такое возможно. Я скажу, почему. Потому что Россия богата традициями. Если посмотреть литературу, то есть из истории, развитие рукопашного боя, вообще боевых искусств России. Вы помните, что скинские племена доходили до Рима и струмовали Рим. То есть они были в нашей дях и, соответственно, боялись боевым искусством. То есть небольшие отряды, которые могли в высокообученные римские легионы оборачивать спять. Потом скифы тоже самое. Имели большие традиции. Тоже выезжали и были налеты на уже византийские полки, которые тоже тогда уже были боевые искусства. Хорошо развиты. Потом интересно было бы еще вспомнить то, что когда татары-монголы, которые владели уже тогда боевым искусством Востока, приходя на русскую землю, встречались с русскими дружинами, и которые тоже отпор давали им довольно сильный. Потому что хотя они не многочисленные дружины, но сколько могло бы... Это были профессионалы. Да, профессиональные дружины, которые, в общем-то, с мечами и оказывали сопротивление большим ордам татарским, которые выходили на нашу землю. Ну и крестьяне, наверное, не случайно свой участок земли жердями огораживал, чтобы можно было защищаться. Ну где же? Конечно, конечно. Степняки налетали со всех сторон. Ну потом вообще даже в российских монастырях тоже были традиции развития боевых искусств. Например, так вот... Ослябе, Пересвет. Ослябе, Пересвет, которое на Куликовом поле защитили, в общем-то, выставили вперед войска, которые были телохранителями, которые Святой Сергий дал Донскому, чтобы они защитили его в бою, тоже показали свою силу и менее. Так, ну а здесь у нас на татаме представитель Свердловска, то есть Екатеринбурга и второй... Это Ульяновск. Это у нас один из центров России очень сильных, который сейчас готовит бойцов. Вот здесь болеет за него активно Евгений Головихин, тренер этого бойца. Он сейчас готовит выступать на профессиональном турнире. Там же состоится матч-реванш между Бекишевым и Головихиным. Вот. И поэтому очень упорный и сильный поединок. Вот здесь я смотрю, как Владимир Климентив активно болеет за своего воспитанника. Чуть ли он сам готов войти на татаме. Вот. Ну, очень интересный бой, видите, высокий удар, интенсивный, хорошая подготовка физическая сказывается. То есть ребята провели бой, практически, смотрите, не идет татаме. Да, да, чтобы они здорово встали, нет. Ну, победил представитель Екатеринбурга. Да, представитель Екатеринбурга победил. Ну, очень радостно, потому что был такой маленький период застоев в Екатеринбурге. Потому что так получилось, что федерация вошла в изоляцию, а Россия пошла дальше. Это да. Правда или нет? Ну, в принципе, да. Потому что с кем общается, того и набирается техники, с умения. Потому что Юрий, конечно, очень талантливый спортсмен. Я думаю, что это просто здорово, что у нас такой спортсмен появился и здесь воспитался, вот в Екатеринбурге. Потому что то есть его ведение боя, то есть манера держаться, умение видеть спортсмена, фантазировать, сила. Потому что для своего веса, такого довольно-таки небольшого, где-то он весит 76 килограмм. А сначала был весил 72 килограмма, потом 76, набрал уже вес. То есть неоднозначный стиль ведения боя. Когда мы были в Берлине, он выступал. Он практически все свои бои кончил нокаутами с спортсменами, с партнерами, которые были тяжелее. И был в среднем на 20 килограмм. То есть ребята, которые 100 килограммовые, Юрий их высаживал. Даже не только ногами, но и руками. Ну что же. Я даже в Берлине, в общем-то, взял ему руку, после руку плескал. Уральский характер, уральское здоровье. Да, уральское здоровье, ну и, конечно, сила. Вообще, на Урале много талантливых людей в разных областях спорта, знаний, науки и прочим. Вот, наверное, нашим телезрителям немного непонятно, сколько длится поединок. Давайте расскажем по правилам. Ну, правила Киокшангая довольно-таки простые. Поединок длится 2 минуты. В случае ничейного результата дается дополнительное время 2 минуты. Потом, в случае, если результат ничейный, происходит взвешение спортсменов, кто тяжелее по весу. Разница должна быть не менее 5 килограмм. Если 5 килограмм есть, то победа приезжается более легкому спортсмену. Дальше, если одинаковый вес, дается дополнительная минута времени с обязательным вынесением решения судеб. Потому что, чтобы уже отнимается право судей, вынесить нейтральное решение. Если этого не случилось, опять ничьяный? Нет, теперь уже обязательно случится, потому что там уже рефери, то есть 5 судей, то есть должно обязательно быть какой-то перевес в чью-то сторону. Но когда все одинаково? И вес одинаковый, и количество очков одинаковое? Ну, должно быть, понимаете, здесь уже идет оценка по общему впечатлению. Какие техники проводит спортсмен? Насколько он получил предупреждение? Например, если спортсмен работает один только руками, а второй работает ногами, какую-то сложную технику показывает, естественно, предпочтение обязано дать ему. Например, если один спортсмен дерется чисто, не было предупреждений, а второй, например, имеет предупреждение за грязную технику, предположим, ударил в лицо или еще что-то такое, или захватывал противника, то есть продал более грязную технику. Ему тоже дается преимущество, то есть такому другому, который более чисто дерется. Общее впечатление всегда играет роль, то есть, вы понимаете. Вот. И еще одно интересное такое правило, что когда в финальные бои, полуфинальные бои, проводятся соревнования по разбиванию предметов, это мышевария. И потом уже, когда уже ничейный результат, взвешно не решило, то решает то, кто больше разбил количество досок. И дается победа тому, кто имеет больше количества разбитых досок. Если опять рано, то опять дается дополнительное время. То есть такие правила. Ну, и для многих, наверное, кто внимательно смотрит за этими поединками, непонятно, почему вылетает подушечка на татами. А, это очень интересно, потому что это один из немногих этих спортов, где это применяется. Потому что, когда ведется интенсивный бой, активно болеют болельщики, практически даже на татами не слышно голоса в судье. И судья может в процессе боя не слышать гонга, который дает ему на судейском столе, чтобы прекратить бой. И для того, чтобы он не только слышал, но и визуально видел конец боя, вобраться в свой мешок. И тогда как-то можно уже ориентироваться в этом шуме, который часто стоит в зале при поведении боев. Ну, красная вот эта подушечка вовремя иногда появляется. В такой момент запал, вдруг уже где-то на грани дозволенного бойцы. Оттого и гляди, какой-то прием пройдет, который запрещен. И вдруг подушечка. Ну, вот обычно как раз в конце уже поединка случается. Потому что ребята сейчас очень хорошо планируют свои бои. Посмотрите, многие вот рефери стоят с секундомерами, планируют бой, где интенсивный. Поэтому, конечно, планируется так, чтобы в конце боя была самая большая интенсивность атаки. Для того, чтобы это как-то впечатление на суде, чтобы хорошо кончить бой. Вот еще интересное правило в Киок-Сенкае, что если, например, более 30 секунд противник уклоняется от боя, то такой противник может быть снят с соревнований за то, что он уклоняется от боя. Или даже предупреждение. Если противник во время боя часто убегает с татами, то то же самое. Он может за 4 раза 100 быть снят с боя. Сейчас видите, бой какой. Крепь ударов тела. Пытается... Ну, сейчас уже видите, толчки, которые... Вот просто завалил. Да, завалил толчок, просто не оценивается никак. Вот сейчас судит Николай Филиппов, это представитель города Соликамска. Первый дан. В общем, который один из первых здесь начинал развивать карте. Я помню, что его 18-летним мальчишкой, когда он приезжал, даже 15-летним мальчишкой, приезжал в Москву, чтобы немножко позаниматься. Потом он участвовал в соревнованиях, которые так и имели полилекальный статус. Был чемпионом вот и звездного городка. Среди которых там у нас только эсмонавты раньше занимался, было большое количество. Вот. А сейчас он выступал в Японии, ездил успешно выступал. На призер чемпионата Швейцарии. У него второе место было на чемпионате Швейцарии. Вот сейчас он активно уже своих учеников выставляет. У него прекрасные ученики. И в работе федерации работает. Вот, хотел сказать несколько слов вот в перми о Саше Алымове, который здесь в городе развивается, у Кио Кшанкай. Вообще парень очень... Удивительный. Да, удивительный. То есть нестандартный человек, скромный в жизни очень, в целеустремленный, порядочный. То есть таких вот... Благодаря этому нам удалось сохранить вид спорта, таким вот активистам, которые потом вот и помогали развивать на тех основах, которые сейчас в Кио Кшанкай имеют. У нас практически сейчас во всех городах России развивается Кио Кшанкай. Вот. И очень много к нам приходит людей, которые... Ну, первые знакомства, знаете, как вы знаете, а кто там стоит рядом. И когда знакомят с такими парнями, как вот Саша Алымов, и хотят тренироваться, заниматься и контактировать. Вот у каждого нас ведущегося уроки свои друзья, которые приезжают из других городов или приглашают их на проведение семинаров, сборов. Вот здесь показательное выступление на чемпионате делали как раз вот друзья Саша Алымова из Мирного. Это Якутская ССР. На самом деле сейчас тоже существует федерация в Якутске. Ну, вот из города Мирного приехали сюда, чтобы на чемпионате украсться своим показательным выступлением. Так, ну, у вас сейчас показательное выступление. Да. Вот три ваших дана. Практически сейчас в Пермской области имеет самое большое количество данных. Вот. И сейчас они сделают показательное выступление по ката, я так думаю. Вот здесь без вашего комментария, Алексей Абаджи, не бойтесь. Это ката Сэйчин. Одно из высших кат. У нас сейчас проводят соревнования по ката. Чемпионат России, чемпионы существуют. Потому что ката дает возможность совершенствовать школу, сохранять школу. А у нас все ката построены на канонах. Вот. Когда мы только начинали развивать Киевкушины, сам видел на сборы, часто получалось так, что находились иностранные мастера, которые говорили, какие-то техники непонятные механизмы, все по катастрофе усваивать. Ну, практически вы понимаете, что никто никого не учит. И у нас думают, что там если японцы что-то показывают. Нет, такого не бывает. И сейчас нам хорошо, так случилось, что вот мы познакомились с президентом новой международной организации, Стивом Ранелем, восьмой дан, который был, сейчас уже создавался международной организацией, а также вот заявляется, одним из приближенных учеников являлся Айяма. Сейчас он отошел на несколько сторон. Человек очень щедрой души, который нам вот помог вот и все каноны, и все это вот сформировать, чтобы все это уже было как положено. И сейчас он был в Москве когда, так получилось, что у нас было свободное время. Я завел его в школу, где у нас один услугу, в гости, дом московский, благодаря за лидером Фоминым, чтобы показать ему, а что же мы делаем, чтобы улететь их, которые учились на сборы. И вот там ребята, которые имеют желтые пояса, вот делали карты подобного уровня, он вырос из-за нас, чтобы ребята в Англии увидели, как вы делаете карты, они много ли вы открыли пород и удивились, что в России это происходит. Ну что же, наша трансляция уже подходит к концу. Остались считанные секунды. Я хотел бы обратиться к телезрителям, любителям спорта и любителям Кеку Синкай конкретно, чтобы они не разочаровывались. Вот все, что сегодня здесь происходит, мы обязательно покажем вам 10-го числа. А сейчас хотелось бы поздравить Александра Ивановича Танюшкина с тем, что ему присвоен четвертый танк. Это лучшее, что, наверное, самое высшее, что есть у нас. От души поздравляю. И надеюсь, что здесь будете вас. Спасибо. Я думаю, что это не только мои заслуги, что четвертые данные, а заслуги всех ребят, которые вместе мы тренируемся, сделать оценку вот этих вот наших, ну, трудно сказать, что успех, но наша работа. Я думаю, что это, в общем-то, не предел всех нас. У нас уже имеется и третий данный, я думаю, что скоро у вас третий данный появится и в Тюрьме, который будет помогать развивать. Потому что, серьезно, дело затеяное очень большое, езжать в профессиональную лигу и любительский спорт. Мы хотим всех ребят в свое время проводить наши сертики в Кио-Кушанкае. Приглашаем в зал и тренируйтесь. Спасибо. Спасибо.